поздравляем и вот в этом семестре у вас одна из главных задач определиться куда пойти на научную исследовательскую работу для учителя уже конкретной специальности мы сегодня наше обсуждение встречу построим таким образом я вам подробно расскажу про те возможности которые у нас имеют и перед этим как мы начнем с вами создать все возможности вот я предоставлю слово директору института проблем химической физики это черноголовка Ломоносов Игорь Владимирович Игорь Владимирович вам коротко расскажет просто предприятие этот институт он очень большой он градообразующий в черноголовке поэтому рассказать в течение учебной пары даже если обо всем не получится ну Игорь Владимирович сделает это вам конспективно и вы можете напрямую пообщаться задать вопрос у нас в черноголовке очень много сейчас интересов нарастающих и поэтому мы попросили чтобы вот была такая лекция а потом после Игоря Владимирович я начну рассказывать про всех и теперь по организации встречи да вот оказывается хозяева наших электронных сетей не могут нам организовать чтобы слайды были на большом экране они будут только вот здесь на мониторе вот близко сидящим совсем повезло но чтобы лучше видеть может немножко спуститься да вот но это будет все коллега будет записывать и будет записывать тогда Игорь Владимирович пожалуйста спасибо спасибо уважаемые коллеги я представляю институт проблем химической физики российской академии наук мы заинтересованы в студентах физтеха сейчас со мной она владимировна казакова это мой заместитель который курирует вопросы образования мы осуществляем подготовку магистрантов в том числе и бакалавров также есть аспирантура научно-образовательный центр это осуществляется по специальностям у вас понятно какая прикладная физика и математика соответственно в аспирантуре наша специальность это химическая физика горение взрыва экстремальное состояние вещества о ней я скажу несколько позже я сам закончил физхим потом аспирантуру физхима с 90 года работаю в институте тогда же в 90 году я защитил кандидатскую в 2000 докторскую и с 19 года исполняю обязанности директора института то есть мы с вами сейчас будем говорить на одном языке поскольку я такой же физтех как и вы город чернголовка находится на расстоянии примерно 45 километров от московской кольцевой дороги всего проживает примерно 24 тысячи человек научный центр находящийся в чернголовке это примерно 10 институтов академии наук и завод научного прибора строения наш институт является образующим с него начиналась чернголовка начинался научный центр в чернголовке это было в 1956 году и в прошлом году мы праздновали хороший юбилей 65 лет института 90 лет большой химфизики основанной нобелевским лауреатом николай николаевичем семеновым который организовал институт химической физики соответственно мы были филиалом потом отделением институт химической физики сейчас институт проблем химической физики ну и соответственно такой же юбилей 125 лет со дня рождения семенова единственного в нашей стране нобелевского лауреата по химии у нас институте работает более 1200 человек он представляет из себя 10 научных отделов центр компетенций научно-технологической инициативы и включает себя примерно 90 лабораторий и самостоятельных групп в институте работают широко представлены члены академии наук более 100 докторов науки более 300 кандидатов наук у нас очень большая экспериментальная база которая включает себя то для чего собственно делался институт изучение процессов горения и взрыва это полигон более 400 гектаров это специализированные помещения где мы изучаем экспериментально задачи горения и взрыва и также существующие центры коллективного пользования натурные химико-технологические установки в том числе есть даже то чего то что мало у кого есть это питомники виварий мы проводим работы по исследованию доклинические доклинические испытания различного рода лекарственных препаратов в основном это кардио группы препаратов он к на лабораторных животных в принципе где-то в течение года популяция лабораторных животных это мыши специально генетических линий насчитывает от 3 до 8 тысяч которые используются для вот таких доклинических испытаний современных лекарств соответственно здесь вот представлена короткая информация которую я уже вам сказал основные направления по которым работает институт это строение молекул и твердых тел это свойства веществ при высоких плотностях энергии это ударные и детонционные волны преобразование энергии взрывов другие виды энергии теории элементарных процессов кинетика механизм служит химических реакций хим физика процессов образования и модификации полимерных материалов различного рода физика биологических процессов и высоко организованных систем но это вот то что я говорил включает себе разработку новых лекарств мы их синтезируем и дальше на правильных моделях проверяем их действия физические принципы создания новых функциональных материалов и управления их свойствами ну и конечно нельзя забывать о центре компетенции который у нас называется центр компетенции по новым мобильным источником энергии это включает себя разработку как новых портативных и высокоэффективных аккумуляторов так и топливных элементов то что вот сегодня называется водородная тематика и мы здесь работаем в направлении от того как производить водород каким образом его хранить различного рода методы хранения транспортировки водорода ну и самое главное конечно это использование мы разрабатываем топливные элементы сопрягаемых с силовыми устройствами и сегодня разработки института они уже подходят к тому что называется практическое применение в наземных различных устройствах ну например на большие расстояния оказывается экономически выгоднее возить тонны десятки тонн таким вот водородным транспортом автомобильным железнодорожным ну конечно это беспилотные системы ну и прочие вот устройство где правильно применять водород здесь представлены курсы лекций которые читаются на нашей кафедре руководит кафедре академик алдошин сергей михайлович который долгое время почти 30 лет работал заместителем директора потом директором нашего института соответственно вы видите курсы лекции которые представляют собой практически все аспекты такой науки как химическая физика я вот коротко могу сказать вот вот как бы об основной деятельности института для чего он создавался это отдел экстремальных состояний вещества вы видите вот здесь экспериментальное здание вот эти вот характерные купола это место где проводятся взрывные эксперименты долгое время отделом заведовал академик владимир евгенич хортов он возник из его лаборатории владимир евгенича мы раз неделю обязательно видели чернголовки большое несчастье что его сейчас с нами нет соответственно вот направление которых происходят исследования в отделе эта генерация экстремальных состояний вещества с помощью ударных волн а ударные волны мы производим взрывными генераторами здесь соответственно устройство для квази энкопического сжатия сжимаемых сжиженных и плотных газов и как бы вот показаны вот здесь ударник который разгоняется несколькими килограммами взрывчатого вещества вот показана схема эксперимента и оптическая диагностика позволяет делать выводы о том какие мы достигаем параметры подавлению и по температуре в таких условиях здесь интересно изучать критически области критических точек элементов как вы помните для 90 стабильных элементов только для ртути и в какой-то степени для цезия мы знаем эти данные напрямую вот все остальное такое сына эксперименты эти состояния очень сложно реализовать потому что давление составляет десяток тысяч атмосфер температура порядка десяти тысяч кельвинов и статических условиях ни одна оболочка не выдержат таких высоких параметров поэтому мы генерируем эти состояния динамическими методами и изучаем с помощью вот наших взрывных методов здесь вот показана схема вот здесь инициирующая линза вв это вот основной заряд вв и подрывается с двух сторон синхронно и организуется встречный удар мощных ударных волн таких условиях мы видели как меняются свойства лития оказалось что первый металл периодической системе где есть всего один внешний валентный электрон он проявляет выдающийся многообразие свойств реализуется вовсе не плотно упакованные структуры несразмерные хитрые структуры вот c16 16 атомами в элементарной ячейке и мы видим эти аномалии в измерениях проводимости которые приводим при давлениях несколько миллионов атмосфер соответственно здесь показаны эксперименты по исследованию плотной плазмы эти динамические методы были разработаны владимиром евгеньевичем фортовым и собственно отсюда вот пошла динамическая физика не идеальной плазмы наша цель создавать такие условия для среды где проявляются эффекты не идеальности это интересно это важно это нужно поскольку современные мощные энергетические установки они работают при экстремальных условиях и соответственно если мы хотим получить хороший кпд нам нужно иметь рабочую среду с высокими параметрами и здесь уже во всей красе проявляются эффекты не идеальности одно из направлений это сотрудничество с центром по исследованию тяжелых ионов в дармштадте там сейчас строится мощнейший ускоритель стоимостью миллиарда евро и здесь есть наша ниша мы изучаем тормозные потери ионов плазме это важно для термояда на тяжелых ионов здесь вот показаны типичные экспериментальные сборки экспериментальные профили что происходит в ударных и детонционных волнах и здесь в лабораториях института изучаются детонционные свойства веществ изучаются структуры веществ в условиях ударного сжатия соответственно проводятся также работы в целях преобразования химической энергии и проблем взрыва безопасности мы исследуем на полигоне детонционные свойства промышленных вв также с помощью взрывчатки создается высокие давления и температуры веществе так называемых ампулах сохранения и в таких условиях миллион атмосфер давления несколько тысяч градусов этой температуры вот в такой замкнутой как бы ячейки можно синтезировать новые фазы вещества которые по-другому крайне сложно реализовать прочностные свойства веществ это то что называется динамическая прочность это условия высокоскоростного деформирования изучаются также соответствующими методиками у нас есть помимо взрывных таких вот стандартных устройств также газовая пушка с помощью которой разгоняется также массивный ударник и вот по таким характерным зависимостям скорости профиля свободной поверхности с цельной стороны зависимости от времени делаются выводы о прочностных свойствах веществ ну так же есть имитатор молнии это экспериментальное устройство взрывомагнитный генератор который выдает большую нагрузку и можно изучать разного рода эффекты типичная для молнии защиты кроме экспериментов которые используются далее при разработке модели мы занимаемся многочисленными вопросами численного моделирования что включают себя разработки моделей свойств которые далее мы используем это наша оригинальная разработка трехмерный параллельный газонамический код и далее вот можно решать задачи типа такой которая показана здесь это метеорит метеорит прилетает в космический аппарат и пробивает крыло шаттла такой эксперимент натурным образом произвести нельзя поскольку массивные объекты ну скажем десятки граммов сегодня нельзя ускорить до таких высоких скоростей 10-15 километров в секунду и нам остается только проведение численного моделирования традиционно данное направление представлено на наших конференциях которые проводят обычных при эльбрусе здесь вы видите панораму кавказских пор место проведения конференции и вот как бы начало конференции где объявляются доклады и все прочее эти конференции проводятся 77 года каждый год и в них принимает участие все включая студентов аспирантов научных сотрудников научные сотрудники разумеется и так далее ну вот как я говорил мы сотрудничаем с университет с обществом преследования тяжелых ионов дармштадте наша задача прийти вот сюда по фазовой диаграмме здесь 8 порядков по давлению это фазовая диаграмма свинца 5 порядков по плотности и 6 порядков по температуре и вот оказывается тяжелые ионы при изохорическом нагреве дают вот такие вот состояния в веществе которые сложно реализовать иным способом и с помощью вот таких вот экспериментальных устройств у нас уже отработана концепция экспериментов используется вот разработка института это многоканальный пирометр вот получают вот такие экспериментальные зависимости на основании которых мы говорим о свойствах вещества в области фазовой диаграммы где как правило нет вот таких экспериментов мы ставим новые экспериментальные точки которые дальше служат для того чтобы проверять теорию вот я привожу пример кандидатской диссертации одного из своих аспирантов который он защитил за сделал и получил результаты за три года она посвящена численному моделированию соответственно он добавил газодинамический код эффекта у круга пластического деформирования разрушения я просто беру вот результат который товарищ защищал к кандидатскую здесь показан метод тоже математически это наша разработка соответственно каким образом сюда внедрена модель упруга пластического деформирования модели разрушения с накоплением пор и вот мы проверяли насколько эффективно наш код оказывается распараллеленным на лабораторном кластере практически линейная зависимость была для нескольких десятков ядер на большой машине мы также проверили до 2 к ядер сколько нам было доступно получилось вот практически линейное ускорение которое составило более 80 процентов здесь вот типичные задачи которые были таким образом промоделированы вот нижний вот этот вот вариант расчета соответствует случае удара стержня алюминия преграду со скоростью километров в секунду и вы видите что происходит рикошет но если упруга пластику не учитывать ударник вот так и продолжает внедряться это та самая физика та самая наука зачем нужно разрабатывать правильные модели и соответственно дальше их применять в расчетах ну здесь вы видите модельный расчет вот мы взяли два кубика и заставили их вращаться вот если мы не учитываем упруга пластику то кубик вырождается в такую шестеренку вот ас когда есть правильная физика куб сохраняет свою форму и как бы это не зависит от такой скорости вращения она составляет вот несколько радиан за микросекунду то есть за одну миллионную секунды на основании экспериментов которые делают коллеги вот по этим экспериментальным профилям подбираются соответствующие коэффициенты в моделях и решаются практически важные интересные задачи ну вот здесь расщепление при ударе пластины волн на соответственно две упругие волны ну и далее вы видите влияние того как зависимости от свойств вещества происходят в нем различные эффекты это дивергентная волна это вот при помощи специального ударника мы видим тонкие структуры фронтов вот здесь показаны результаты которые товарищ получил я ограничился всего лишь одним отделом и внутри этого дела более подробно рассказал может быть только об одном направлении вот но всего у нас 10 отделов все работы проводятся вот широким фронтом той области науки который называется химическая физика у нас вы можете заниматься теорией это квантовый компьютер это различного рода проблемы которые возникают там со связанными запутанными состояниями это многочисленные вопросы правильного моделирования химической кинетики когда нельзя выделить лимитирующую стадию и нужно решать большое количество химических реакций это также вопросы связанные с моделированием того что люди измеряют в экспериментах по эмэр расшифровка различных спектров дифракционных спектров и вот таких серьезных эмэр спектров экспериментальные работы включают себя практически все от задач горения и и взрыва разработки новых эффективных энергетических материалов это то что используется в качестве топлив в авиационной космической технике ну насколько эффективны эти новые топлива как они устойчивы и насколько дальше на них пролетит летательный объект насколько вот лучшие характеристики будут получены вопросы разработки новых полимерных соединений и того насколько они дальше будут применимы в современной электронике также в многочисленных других областях разработки например солнечных панелей есть вот очень хорошие интересное направление это солнечные панели на органической базе то есть на основе органических соединений оказывается что у них очень хорошая эффективность и сейчас коллеги работают на тем чтобы уменьшить степень их деградации со временем но современные панели вы знаете что они больше там чем например 15-20 лет не работают их надо заменять в этом плане конечно более эффективные панели на пироскитных элементах это также является предметом многочисленных исследований проводятся работы в области нанофотоники спинтроники это уже следующий уровень когда мы говорим о многочисленных эффектах уже на уровне работы спинов это важно для разработки новых систем памяти новых вот таких магнитных затворов повышение эффективности электронных устройств ну и так далее и тому подобное в области водородной энергетики существует как вы знаете помимо способа электролизерного получения водорода но он также является на и одним из наиболее дорогих и иные способы это в основном такая паровая конверсия из метана у нас отработаны такие технологические установки проводятся эксперименты и мы знаем каким образом из природного газа получать водород следующая задача это накопление и хранение водорода это металлогидридные системы ну и не только металлогидридные но и более сложные такие комплексы которые также содержат металлы вопросы разработки аккумуляторных батарей современных с использованием лития и не только лития топливных элементов мембран типа нофион где есть как вы понимаете фосфорная группа но и в том числе твердотельных уже высоко температурных топливных элементов это вот как бы такие основные ключевые направления которыми институт проводит свои исследования на нашей кафедре вы получите хорошее образование квалифицированное научное руководство будете работать на передовой исследовательской базе у нас есть три общежития аспиранты ну в принципе все студенты старших курсов у нас получают полставки институт достаточно хорошо финансируется у нас большое количество проектов если субсидия достигает порядка миллиарда рублей примерно еще половина этой суммы от этой суммы мы зарабатываем и активно работающие студенты аспиранты они участвуют в этих проектах и получают соответствующие надбавки по этим проектам то есть мы оказываем материальную поддержку всем кто к нам приходит ну а дальше уровень этой поддержки уже зависит от степени вот насколько вы хорошо будете работать в проектах у нас интересная работа традиция стала что сегодня у нас практически нет очереди на жилье все молодые люди которые чая диссертации либо получают служебное жилье либо получают обращаются и как правило выигрывают специальные гранты на то чтобы правительство московской области выделила субсидию и можно было купить свое жилье вот я готов ответить на ваши вопросы спасибо за внимание ну давайте пока вы думаете я немножко еще тоже расскажу вот у меня эта аудитория например связано с тем что я здесь по моему 85 году сдавал экзамен по терфизике заключительной не знаю вот у вас сейчас в этой аудитории такие именно экзамены проводят или нет ну то есть такое заслуженное место поднимите руку кому из вас больше нравится заниматься экспериментальной деятельностью кому больше интересен эксперимент обещаю вам что своими руками вы сможете сделать много интересного и хорошего начиная с тем чтобы изучить как лекарство эффективно вылечивает мышек и заканчивая тем вот как сделать такую взрывную сборку создать в веществе давление в миллион и десятки миллионов атмосфер и всем об этом с гордостью рассказать соответственно те кто занимается теорией могут быть погружены и в квантово-химические расчеты не только квантово-химические но и вообще квантово-механические поскольку кванты это такая наука что здесь ну я бы не стал вообще уже сегодня разделять физику и химию это просто квантовые законы которые мы используем для того чтобы изучить вещество вот на таком атомном уровне кроме этого численное моделирование вот я вам показал небольшую часть численного моделирования это современные вычислительные системы это современные компьютерные коды но что здесь не знаю вас от пудни отпугнет или наоборот порадует мы их не покупаем мы пишем коды сами сами разрабатываем численные алгоритмы и самих реализуем в том числе и модели свойств вот большая вот эта фазовая диаграмма которую я вам показал вот эта трехмерная вот это это результат моих расчетов я занимаюсь тем что конструирую модели которые применимы в областях где давление составляют сотни миллионов атмосфер температуры миллионы градусов и здесь есть как область твердого тела так область жидкости плазмы испарение плавления и так далее и максимально используются результаты первопринципных расчетов а также данные экспериментов пожалуйста вопросы да пожалуйста да ну понимаете приличная двумерка если ее загнать на 200 на 200 расчетное поле честно скажу мы до конца не досчитываем не хватает ресурсов но если без задачи теплопроводности это еще сажает на порядок по времени ну занимает но часов 58 такой вот процесс высокоскоростного удара на сетке 150 больше нам памяти не хватало на слабом кластере 150 на 150 на 100 по моему трехмерка считалось пару дней хорошие машины если иметь ввиду вот супер машины ну я с радостью ее целиком взял потому что если вот говорить об этих вещах связанных с парализациями крайне неприятно стоять в очереди когда тебе дают какие-то маленькие массивы с памятью и с ядрами если целиком взять скажем тысячу ядер хотя бы ну трехмерка такая она будет считаться часы вот хорошая деятельность это метод квантовой молекулярной динамики вот он занимает допустим даже для водорода пару суток на машине которые например есть в сарове но там собственно параллелизм это особого нету достаточно типовая как бы задача решается уравнение шреддингера на подвижных ионах вот новую сеть у нас гигабитная так что если есть необходимость всегда можно выйти на большой компьютер даже особо нет смысла перекачивать данные вот все вот эти вот фильмы можно спокойно строить на большом компьютере и забирать уже видео себе но на отдельных слайдах смотреть там как развивается процесс какие параметры процессе процессе происходят но и так далее если вы иностранный гражданин приходите вы знаете у меня есть очень хороший друг который долгое время работал во франции в комиссариате по атомной энергии и вот я от него в декабре получил письмо поздравление с новым годом а также вот слова что не поддерживается хорошо его деятельность по его месту бывшей работы и он заинтересован в новом месте работа я ему пишу давай составляя себе приходи будешь у меня в лаборатории работать практически пришел мы ждем когда закончится коронавирус ну вот я вам показывал этот ускоритель дармштадте раньше там была очень хорошая программа стипендия имени леонардо элера она совсем небольшая 800 евро на поездку но у меня по этой программе три студента успели съездить они приезжали на три недели приходили вот в этот центр ходили бродили по ускорителю один человек занимался экспериментальной деятельностью помогал настраивать пирометр помогал проводить эксперименты двое участвовали в числе на моделирование проведение расчетов в принципе дармштадт постоянно призывает студентов на так называемую студенческую программу она обычно проходит в августе занимает это где-то месяц вот но здесь правильно конечно искать источник финансирования вот у меня есть грант рнф вот студента я бы например с удовольствием туда отправил если такой появится ну соответственно те сотрудники института кто работает с зарубежными партнерами также использует возможность для того чтобы промонтировать своих студентов ну я уж не говорю об аспирантах чтобы съесть например в центре синхротронного излучения в гренобле провести эксперименты посмотреть что вот они синтезировали какими интересными свойствами обладают ну например полимерные соединения которые интересно использовать в имплантах у них получается эффективная температура они вот как бы держат свои свойства близко и к температуре человеческого тела и они химические инертные очень хорошо их можно хирургические применять вот отдельное такое интересное направление прошу прощения погромче да вы знаете вот как раз с этим очень хорошо пожалуйста приходите в центр коллективного пользования вам приносят образцы у вас там есть десяток приборов начиная дифрактометра до прибора которые ну как бы так сказать сканирующий электронный микроскоп это серьезная техника туда вот человека с улицы никто близко не подпустит а вы вполне можете участвовать поскольку у вас есть необходимые базовые знания необходимая практика за неделю вы узнаете как эта штука работает и дальше спокойно будете снимать все эти экспериментальные данные вот я вам показывал например вот здесь вот такая штука это пирометр многоканальный вообще его сделать чтобы он работал также не просто надо еще здесь нету не показаны соответствующие оптические диоды вот мы сейчас работаем с наносекундом разрешением 10 минус 9 секунды а нужно для измерения прямой прямых измерения температуры фронта ударной волны в металлах есть как бы определенные узкие зоны излучения в которых она проходит еще окна прозрачности нам вообще надо пикосекундное разрешение если вы хорошо рубите в клантах ребята пожалуйста сделать хороший диод посмотреть чтобы он собирал достаточно света синхронизовать вот это все это отдельная головная боль потому что мы организуем при помощи световодов считаем там с точностью до миллиметра когда нам должен прийти сигнал на оптический диод и соответственно ну джетон там небольшой и соответственно чтобы наш правильный осциллограф все это записал вот попасть крайне тяжело потому что ударная волна но вот наши устройства они не выдают каждый раз то что мы хотим пределах полпроцента одной десятой процента всегда есть небольшой разброс из-за того что экспериментальное устройство ну скажем партия зручатки было несколько иная от прессовали погрешность в плотности там пол процента или процент и вот из-за этого поймать момент когда приходит правильный сигнал не так легко и вот синхронизовать вот это вот увидеть у вас сознание для этого более чем достаточно велкам возможности хватит всем вот выше крыши уверяю вас так ну давайте продолжаем как-то встречу да я первоначально расскажу коротко ведь вот что такое нир студентов на стихе и конкретно в нашей физтехшколе вот игорь владимирович кстати когда говорил кто знает хорошо кванты а или кванты там помогают вычислить да то есть он вот ответил на такой часто интересующий многих вопрос почему в нашу физтехшколу объединили физхимов и кванты вот это физхимовское предприятие физхимовская кафедра там квантами тоже занимаются она у нас есть наоборот мы на следующее на следующую встречу в следующий понедельник пригласим к вам с предприятия наоборот квантовского который вам расскажет много что там и физхимовские задачи есть это вот ответ на этот вопрос мир очень важная вещь начиная с четвертого курса в нашей физтех школе бакалавриате это составляет это около 50 процентов учебного времени но это на четвертом курсе вот я на этом слайде сказать оранжевым зарисовал те поля долю учебного времени которая занимает научно-исследовательская работа студент и вот за четвертый курс нужно успеть вот так образование сейчас устроено успеть сделать бакалаврскую работу за половину примерно рабочего ну учебного времени течение года а когда студент переходит магистратуру магистратуре уже примерно 70 процентов учебного времени посвящается ниру поэтому мир становится главным мир становится главным в образовании и тот кто преподает мир до мир преподает научные руководители вот к этому нужно отнестись очень внимательно к выбору не только базового предприятия но и научного руководителя то есть он будет как бы главным учителем ну главным главное знание вы будете получать в контакте с научным руководителем но здесь вот такой вечный образ российской действительности да вот рыцарь на распутье это вот рыцарь на коне это вот у каждый из вас и вам надо выбрать возможность вот сейчас какие есть возможности в нашей фестившколе у нас есть как здесь можно видеть вот самое массовое где наибольшее число предприятий и где лаборатории в кампусе физтеха мы это называем академическая наука да вот лаборатории кампуса физтеха и 11 базовых предприятий в основном это институты российской академии наук вот как вот собственно и институт проблем химической физики как о котором вы только что прослушали лекцию дальше идут идет наука прикладная прикладная наука у нас двух сортов то есть есть вот правой повыше кладка это прикладная наука бизнеса мы работаем с индустриальными компаниями с высокотехнологичными где имеется свои департаменты разработок исследований разработку есть такой менее институт собственно где наши студенты аспиранты работают я них конкретно скажу когда буду рассказывать про кафедры да скажу какие-то институты ну например один это сказать какие-то предприятия например это и пизде фотоникс во фрязино и так далее и прикладная наука это предприятие отраслей и оборона промышленного комплекса их у нас сегодня четыре про них тоже расскажем подробней чем отличается когда вот студент идет в одно второе или третье направление но в академической науке здесь больше естественно мобильность больше открытой знаний а в любой прикладной науки как в отраслях так и в бизнесе ну там стараются как бы хранить секреты больше да то есть даже в бизнесе я бы сказал более жестко хранят секреты чем сказать в отраслях ну и главный главное в обучении помните это начиная с четвертого курса бакалавриата становится научный руководитель вот чем интересно наша физтех школа и чем мы отличаемся принципиально других мы всегда стараемся чтобы научный руководитель это был человек опытный с ученой степени кандидат наук или доктор наук и у нас но благодаря такому подходу и предоставляемым возможностям процент мы в целом по выпуску бакалавров небольшие в ряду других вести школ но у нас самый высокий процент поступления и набора в аспирантуру мы где-то ну почти каждый третий зак оканчивающий магистратуру имеет возможность поступить стать аспирант вот но и аспирантура наша тоже давно еще советского периода особенно на физхимовской части славилась сильной научной подготовкой вот и на 5 не сегодня от года году довольно высоком уровне держится а последние годы это растет процент защит кандидатских диссертаций аспирантами в срок то есть вот например прошедшим предыдущим вернее до двадцатом году это было 42 процента и вот в двадцать первом году более половины аспирантов вести ли диссертации в срок но вот кто мы реально с вами делаем да то есть вот у вас в этом семестре понедельник отведен как свободный но свободный день свободный для выбора делать в течение этого семестра вы знакомитесь ну так скажем это знакомительная практика где вы знакомитесь с базовыми предприятиями и лабораториями кампусе при этом но для того что здесь ставится каждому за эту деятельность каждому ставится оценка в виде простого зачета для того что бы вот зачет набрать у нас есть правило нужно познакомиться 60 процентами поэтому вот вы когда все сюда пришли отмечались предприятий да вот это все академические прикладные предприятия лаборатория это тоже рассматривается как одно из предприятий да то есть это научный сектор в наших и всех школ поэтому для того чтобы сдать то есть получить зачет нужно ознакомиться первое минимальным процентом а далее есть еще он такое правило у нас мы к нашим кафедрам но относимся таким образом то есть куда хотят пойти делал выполнять научно-исследовательскую работу лучшие студенты мы всегда это поддерживаем и одобряем как бы вот их желание то есть каждый может пойти куда хочет а на любую кафедру при этом но для того чтобы какие кафедры понимали кто к ним приходит и ну вы осознавали сказать что это вам важно да мы выстраиваем рейтинг рейтинговый показатель он представляет собой произведение двух чисел одно число это средний балл успеваемости за пять семестра то есть это то что вы заработали на предыдущем этапе и это умножается на процент посещенных базовых предприятий ну вы зададите вопрос там об исключениях до исключения сказать бывает то есть то можно обсудить если бывает сказать уже кто-то студентов конкретно где-то уже определился до того и работает да то есть мы такие смыть и рассматривать вот я думаю что каждому из вас все равно интересно посмотреть сказать это уникальная возможность некоторых предприятиях просто а там изумительные как бы возможности посмотреть а что там внутри творится да вот просто так с улицы туда всякий не пройдет но например если приехать на микрон да вот вас проведут по спотровому коридору где вы через стеклянную стену увидите как делается современная электроника микроэлектроника есть там приходят как космонавты защитных костюмах специалисты да и вот управляют сложными роботами и мы таких предприятий у нас много так вот теперь переходим конкретному рассказу про базовые предприятия мы крупно делим два направления также как вот у нас есть образовательные программы начнем с физхимы образовательные программы молекулярная физика и науки о материалах называется у нас и при этом я сразу скажу что можно выбирать любую понравившуюся базовую кафедру и схемы могут выбирать и на квантах и кванты могут на физхимах выбирать но но при этом надо иметь ввиду что есть факультетские дисциплины которые нужно как-то дождать да то есть этот вопрос решается или строится или строится индивидуальный план варианты возможно или можно оставаться на образовательном плане физхимов скам и сказать вот получать по индивидуальному плану образовать образование или выполнять мир на квантовском предприятии наоборот очень так теперь рассказываю про молекулярную физику и науки о материалах вот здесь большая группа таких вот очень современных и актуальных направлений развития вот то что вот сейчас вы слышали в институте проблем химической физики на первом плане безусловно это водородная электрохимическая энергетика водородная энергетика это вот водородный цикл водородном цикле главными является до получения водорода хранения и но самыми такими деликатными это топливные элементы это то что вырабатывает энергию то вырабатывает энергию топливные элементы это это электрохимическое устройство но там очень много и физики и химии поэтому это так вот мы говорим химическая физика топливными элементами разработкой занимаются вот этот вот центр мобильной энергетики в пахов иран топливными элементами занимаются по фоской кафедре которые сказать на институте физики твердого тела но туда пойти в эту лабораторию можно и через через наш через нашу кафедру это тоже у нас есть своя магистратурная далее но физика высокотемпературных процессов вот об этом игорь владимирович много уделил внимание это быстро протекающие процессы это физика высокотемпературных процессов но еще есть и такое специальное у нас предприятие объединенный институт высоких температур вот там тоже очень много высокотемпературных процессов вот функциональные данном материалы самого разного назначения там от энергетики до медицины новые технологии как это все получать сейчас мир мир и движется к углеродным материалам все больше используют углеродные на на углеродные материалы алмаз графен углеродные нанотрубки вот это все у нас есть но и знаете что наш выпускник получил на одной который выпускался на одной из наших базовых кафедр которые также находится в черноголовке от квантовской кафедры константин новоселов он за открытие графена за его обнаружение и детектирование свойств получить стал нобелевским вариатом вот суперкомпьютерные вычисления игорь владимирович вот вам много рассказал об этом не буду останавливаться а вот есть совершенно уникальное направление которое но настоящее время она в таком на взлете от фундаментального к прикладному движется направлению скрипит так называемые молекулярные машины молекулярными машинами кстати занимается и вот в пахов и раны есть еще сказать вот в центре фотохимии так они бы небольшой институт там тоже занимаются интересными молекулярными машинами и квантово размерные эффекты да вот эта современная интереснейшая область которая позволяет создавать источники и приемники но различные устройства электроники которые обладают совершенно другими свойствами и они удобные они более дешевы в производстве вот квантово размерные объекты дают очень много вот и движемся движемся дальше вот всю молекулярную физику можно подразделить еще на два направления вот одно направление здесь у нас есть базовых кафедр это химической физикой науки о материалах то есть где главное главное выхода это вот материалы и свойства и применение кафедры это кафедра собственно химической физики это головная кафедра сказать вот сегодня это называется предприятие федеральный исследовательский центр химической физики имени семенова располагается на воробьевых горах это недалеко а вот там между мгу и зданием академии наук и собственно родственная этому когда-то раньше да вот советский период это было внутри одного института вот черноголовский институт как сегодня называемый институт проблем семейской физики он был филиалом семейской физики московской вот сегодня это автономные организации кстати черноголовской всегда было больше сейчас она крупнее чем вот бывшая метрополия на воробьевых горах далее есть замечательная кафедра физики и химии наноструктур это троицк какой-то вопрос сразу если вам скучно вы можете идти отдыхать но мы если интересно да значит мы с вами сегодня встречаемся вот в течение сейчас идет третья парада началась вот третья пара стараемся бы закончить быстрее вот далее кафедра физики супрамолекулярных систем и нанофотоники так это центр фотохимии он является частью фиц федерального исследовательского центра кристаллографии и фотоники но это очень известный руководитель этой кафедры академик алфимов михаил владимирович это молекулярные машины и оптоэлектронные устройства но молекулярные машины здесь более управляемые светом доминируют управляемый квантовыми эффектами а и я вот пропустил задали вопрос это кафедра располагаемой на институте вверх твердых новых углеродных материалов в троицке на где руководитель профессор бланк там самые разные интересные вещи делаются в том числе несмотря на то что это фисимовская кафедра там много занимается электродными применениями алмазов конструирует на них диоды транзисторы и эти исследования продвигать довольно успешно но одно из будущих направлений это так называемая углеродная электроника на которую многие надеются что это будет электроника которая будет выдерживать воздействие достаточно высоких температур но это актуально для космоса и для работы там электроники например на атомных станциях и так далее то есть есть разные горячие места где нужно вот это реализовать и две замечательные кафедры есть вот которые находятся базируется на институте вообще и неорганической химии и институте элемента органической химии они занимаются различного типа функциональными материалами там применяют самые современные инструменты и разрабатывают материалы там для скрыть фотоники энергетики и а вот в элемент органической их соединения там еще занимаются да вот этим интересными крупными молекулами которые известны как молекулярные машины то есть там молекулярные машины немножко другого типа чем вот в центре фотохимии они управляемые магнитными эффектами магнитными эффектами это интересно для создания на супер молекулах элементов памяти то есть это тоже есть вот как бы один из вариантов электроники будущего то есть одной молекулы управлять научились но вот очень серьезные задачи да это вот следующему поколению решать как научиться управлять континуумом таких вот молекул чтобы они перестраивались и выдавали правильную информацию это кафедра химической физики функциональных материалов руководитель новиков валентин владимирович вот и теперь я возвращаюсь уже конкретным базовым организациям и вот здесь скажу что на фистехе в настоящее время имеется четыре да сейчас пятое формируется четыре масштабные программы за которые фистех берется в целом для того чтобы довести эти разработки от мировской стадии в научных лабораториях до организации стимулирования производств таких вот в масштабе всей страны и с тем чтобы работать на международные рынки вот к таким масштабным проектом относятся программы водородная энергетика и накопители энергии то есть это вот весь водородный цикл и накопители энергии в этом смысле вот то что делается в черноголовке то что разрабатывается в пахов и ран в центре компетенции по технологиям новых мобильных источников энергии вот это и является нашей как бы составной частью и мы развиваем это направление вместе с пахов и ран ну потому что и пахов и это собственно часть большого фистеха базовые кафедры часть большого фистеха вот здесь вот на верхней части слайда кроме и пахов и ран есть еще две два замечательных места где можно по этому направлению выполнять научно-исследовательскую работу это так называемый научно-технологический центр здесь на фистехе называемый НТЦ транспортных электрохимических решений руководитель Кашин Алексей Михайлович он занимается собственно только накопителями энергии накопители энергии на литий и на других пост-литиевых вариантах источников аккумулирования энергии это фактически современные аккумуляторы да ну вот в мобильных устройств у нас везде литий вот но то что нужно поставить на как бы электротранспорт это несколько другие аккумуляторы да ну вот во первых по энергоемкости по скорости энерго отдачи они другие по степени безопасности поэтому вот это специальная задача и там много интересных вещей то есть там есть проблема материалов чтобы упаковать энергию лучшим и лучшим образом сделать это безопасным сделать большой ресурс чтобы аккумуляторы долго служили там очень много задач чтобы довести это до индустрии на стихе рядом с НТЦ транспортных или химических решений планируется создание то есть НТЦ будет заниматься реализацией этого проекта создание опытного завода где будут разработки сделанные в НТЦ внедряться на этом обкатываться вернее на этом производстве а затем они будут передаваться при положительном успехе на большие индустриальные заводы вот другая другое предприятие где вы можете проводить выполнять мир это есть такая вот группа компаний и менеджи она базируется основное производство у них в москве там есть большой центр разработок они занимаются кстати как накопителем и энергии так и топливными элементами но полимерной мембраны то есть есть два типа вот ключевых топливных элементов то есть вот твердооксидная есть полимерная мембрана вот там занимается в основном полимерным вот собственно так же как и вот в центре компетенции ВПХФРА там есть и полимерные топливные элементы и накопители энергии вот непосредственно в научных структурах да то есть вот это на этих предприятиях и ВПХФР там выполняет в основном уже опытно конструкторскую часть такую технологическую часть создания и при этом необходимо решать задачи по поиску новых материалов по отработке технологий формирования из этих материалов электрохимических устройств эти задачи решаются вот в лаборатории которая называется лаборатория топливных элементов внутри МФТИ это входит в состав это лаборатория НТЦ автономной энергетики руководитель Дмитрий Агарков и центр испытаний функциональных материалов это подразделение которое находится в составе ВПХФРА это материалы накопителей и топливных элементов и вот на самое самое как бы уникальное то что сейчас организуется я вот пометил на слайде зеленым таким прямоугольничком ну зеленым потому что он отличается от всех да ну а еще и потому что вот туда могут приходить студенты то есть оно будет так устроено да сейчас формируется студенты начиная даже с первого второго курса ну то есть студенты которые еще всю физику не изучили вот и эта лаборатория она формируется при НТЦ транспортных электрохимических решений вот там будут собственно организованы для студентов больше младших курсов возможности ну реализовать какие-то интересные студенческие проекты с тем чтобы попробовать себя в этом направлении да то есть это вот не есть лаборатория часть базовой кафедры магистратуры там вот это просто есть вот некий полигон ну или так скажем инкубатор для того чтобы потом стать исследователем в этой области вот при этом вот на до этой лаборатории уже будут распространяться вот Игорь Владимирович тут упоминал там стипендии имени великих ученых вот для вот всего вот этого кластера для тех студентов которые пойдут внутри вот этого кластера заниматься задачами первоначально вот в этой лаборатории новых источников энергии затем те кто пойдут выполнять мир на черноголовку здесь ученена как бы вот некая программа специальных стипендий для этих студентов но это так скажем стипендии имени спонсоров да то есть это стипендии не государственные это стипендии имени спонсоров которые будут назначаться студентам занимающимся вот этой серьезной проблемой водородная энергетика и накопители энергии вот об этом можно подробнее узнать будет вот обратившись в лабораторию новых источников энергии ну мы с ними поддерживаем контакт да то есть это вот наша дружественная структура и кому интересно да можно вот начинать немножко это площадка где миром можно заниматься немножко раньше чем это написано обозначено в образовательной программе вот пару слов о разработках центра компетенции НТИ в институте проблем химической физики да вот здесь на слайде представляется собственно Игорь Владимирович рассказывал об этом так сказать много уже здесь представлены просто все этапы да вот водородного цикла то есть как водород получают какие методы здесь имеются и вот весь этот водородный цикл вот на площадке внутри этого центра компетенции ВПХ ФРАН в группе компании NENEDY он вообще говоря отрабатывается и развивается ну поскольку водородная энергетика и электрохимическая это энергетика будущего она так называемая как принято в современном современной терминологии это зеленая энергетика здесь есть и получение и транспортировка водорода и вот как можно видеть здесь электромобили летательная техника беспилотная и так далее вот все вот эти вещи они не бутафорские они реально работают внутри так сказать вот это сообщество которое называется национальный центр компетенции ну на базовой кафедре и ПХФ уже останавливаться не будем да вот вы видите здесь так сказать образы руководителя кафедры академика колдошина и вот директора Игоря Владимировича Ломоносова с которым только что встречали значит кафедра кафедра называется физики организованных структур и химических процессов это то что ПХФ при этой кафедре есть специальная дополнительная возможность то есть для того чтобы на нее попасть лучше сразу идти на эту кафедру эта возможность называется магистрская программа она кстати 21 года вот сейчас соответствующие магистры учатся да она считается англоязычной то есть там лекции преподаются на английском языке это интересно не только для того чтобы здесь учились иностранцы но для того поскольку это такая вот здесь в этой сфере международная активность сильная мы радуем за то чтобы наши студенты хорошо знали свой профессиональный английский язык то есть вот есть такие традиции и мы их проводим в следующем году она дальше всегда она будет англоязычная вот ну здесь просто показано типы как бы образовательных курсов которые дисциплин которые студенты изучают ну собственно это весь водородный цикл это накопитель энергии и так далее ну партнеры очень сильное сотрудничество кроме как с иненеджи вот этого сообщества с предприятиями КАМАЗа с Росатомом с другими корпорациями в настоящее время все интересуются вот современной энергетикой крупные автомобильные гиганты и другие производства вот при ПХФ РАН еще с ПХФ РАН есть еще одна площадка сотрудничества да внутри внутри физтеха создана специальная лаборатория да это может быть интересно я так думаю и квантам и физсилам внутри физтеха создана в нашем научном секторе лаборатория которая называется фатоники квантово-размерных структур ну такое квантово-размерные структуры ну это такие вот маленькие частицы или их называют наночастицы которые вы квантово-физику уже изучаете да ну знаете как атом водорода у него энергетическая структура она дискретна у твердого тела есть зона там проводимости там валентная зона и есть как бы вот запрещенная зона да вот величины запрещенной зоны зависит то какие кванты света может изучать это вещество так вот есть такие полупроводниковые материалы которые в маленьких размерах чем мы уменьшаем мельче делом этот размер они меняют свою энергетическую структуру при определенном размере первоначально энергетическая структура становится такой как она бывает у атома то есть твердое тело кусочек маленький кусочек твердого тела а энергетическая структура как у атома ну вот благодаря этому замечательному свойству эти частицы стали называть с этой легкой руки квантовыми точками так вот ну на самом деле и они бывают разные квантовые точки их получают кстати и методами эпитаксия да и их получают химики просто синтезом коллоидной химии вот их называют коллоидные квантовые точки ККТ так вот собственно вот эта лаборатория она здесь на стихе поставила и развивает синтез коллоидных квантовых точек ну очень одного интересного диапазона да и там от размера квантовой точки то есть от размера частицы зависит какой свет она излучает то есть если частица маленькая она излучает больше как бы света синей зеленой области если она в размерах увеличивается свет излучается в красной в инфракрасной области то есть вот здесь поставлено еще естественно зависит от тип полупроводника да вот коллеги поставили под вот руководством Владимира Федоровича Разумова а я думаю физхимы его лекции слушают вот поставлен синтез вот коллоидных квантовых точек и инфракрасного диапазона вот инфракрасного диапазона а это очень интересное применение для как бы создания нового поколения устройств для регистрации инфракрасного излучения дело в том что в ЭК области большинство приемников излучения они работают в хореогенных температурах ну из-за того что вы знаете да вот все знают и кванты и симы что есть у любого прибора есть шум да то есть шум и надо чтобы сигнал шум да отношение было хорошее так вот в инфракрасной области поскольку там максимум вот этого вот пика планка да по температуре он невысокий да и близко к температуре комнатной поэтому требуется так сказать хорошо подавлять шум так вот поскольку шум подавлять в гетероструктуре в такой вот напыленной плохо не получается и приходится работать приогенных температурах а вот благодаря применению квантовых точек там играет такой размерный фактор интересный что удается заставить работать фотоприемные устройства при комнатной температуре и делать его компактным это очень интересный подход совершенно новое поколение приборов то есть сейчас идет разработка так дальше кафедра химической физики это классическая кафедра которая в свое время руководил великий студенок Николай Николаевич вообще он был создателем факультета из хима и всю свою жизнь руководил вот этой кафедрой институт химфизики который сегодня называется федеральный исследовательский центр химической физики он также многообразен по направлениям исследований как и по хп ран здесь есть направления и занимаются литиевыми источниками энергии они кстати вот хорошо сотрудничают с нашим центром созданным НТЦ транспортных электрохимических решений и здесь занимаются исследованиями различных химических биологических процессов динамики методами 7-секундной лазерной спектроскопии каталитические задачи решают задачи вот самосборки молекул это фармацевтика новая и так далее вот и вот одна интересная инициатива которую мы вместе реализовали в прошлом году и вот сейчас учебный год первый учебный год когда действует на фэфме магистрская программа которая называется науки цифровизации в культурном наследии ее руководитель директор физкафе наточенко Виктор Андреевич зачем это нужно и чему там учат туда для того чтобы прийти на эту магистрскую программу то есть вот на четвертом курсе магистратуры нет поэтому желательно сначала прийти на кафедру химической физики а потом можно так сказать перестроиться попасть на эту магистрскую программу уже придя магистратуру ну правда не возбраняется это сделать и позже но для как бы гармонизации личного образования лучше сделать заранее вот главное тематики и исследования и подготовки на этой магистратуре они направлены на разработку новых методик и инструментов которые позволяют изучать вещество неразрушающим образом то есть это играет колоссальное как бы значение в особой да в реставрации объектов культурного наследия там живописи скульптуры архитектуры и так далее в основном это касается изобразительного искусства и здесь мы сотрудничаем с государственной Третьяковской галереей вот а обучение там так сказать идет самым современным инструментом и спектроскопии обычной там рамоновской спектроскопии гигантского комбинционного рассеяния спектроскопии фотоалюминесцентной и самое актуальное это фемтосекундная да фемтосекундная она уникальна тем что она не разрушает вещество вот кому интересно милости просим то есть в настоящее время вот эта магистрская программа набирает обороты почему потому что это коррелирует с большими планами национального проекта культура есть проект наука да есть культура по расширению доступности культурного наследия вот в различных регионах страны дальше движемся что такое кафедра физики химии наноструктур руководитель профессор бланк это сверхтвердые алмазы это фуллерены нанотрубки другие углеродные материалы и электроника на алмазах да вот замечательное изображение алмаза которое они умеют синтезировать и последние вот исследований они научились синтезировать такие наночастицы алмазные так называемыми НВ центрами внутри центрами люминесценции которые удается возбуждать и использовать для генерации уединенных фотонов да то есть вот генерация единичных фотонов это очень актуальная сфера в квантовых технологиях для квантовых коммуникаций вот эту технологию они освоили это совершенно новое вот кафедра в центре кристаллографии фотоника это центр фотохимии здесь два так сказать крупных направления это фотоника органических структур то есть здесь занимаются много источниками излучения на органических структурах и управление светом различных процессов в молекулярных машинах фотонное управление молекулярными машинами кафедра физики химии наук о материалах здесь основная базовая основное базовое предприятие это институт общей неорганической химии есть дополнительное второе базовое предприятие это институт физической химии и электрохимии тем они интересны то есть в ионхи это синтез исследование новых материалов для вопросов сенсорики там для мемцев то есть различных источников света а внутри ифх это во-первых аккумуляторные аккумуляторы нового поколения то есть они сегодня движутся не только по литию они исследуют применение применимость ионов калия натрия для того чтобы заменить литиевые батареи на новое поколение потому что натриевые и калиевые батареи они будут много дешевле но там есть простые соображения минералогические запасов лития на земле на все энергетические потребности землям не хватит вот поэтому литиевых батарей всем не хватит и нужно делать батареи на других ионах но мы с вами хорошо знаем что натрия на земле много больше чем калия да то есть натрий он много где имеется поэтому ну все океаны там натрия много да то есть вода соленая и калия много то есть из океана можно черпать поэтому построение батареи будущего на ионах натрия смотрится более перспективным и там широко этим занимаются ну и кстати в физических институте в центре транспортных решений да мы тоже будем заниматься и мы с ними сотрудничаем вот институт элементов органических соединений вот в ряду этих эти вот элементы органических структур есть много уникальных молекул да которыми можно управлять они они имеют магнитный момент и есть целый ряд синтезирован молекул здесь в институте энергично изучают которыми можно управлять магнитным полем но это означает что это возможность будущего построения процессоров и как бы элементов памяти вот но главная проблема конечно в том чтобы научиться управлять ну как работает вот в электронике литография да то есть там управляет сразу континуумом да то есть и делают сразу множество элементов вот и нужно вывести это дело из пробирки да и обеспечить возможность управления континуумом таких молекул вот это очень сложная задача пока путь решения непонятен поколения будут разбираться ваше в том числе далее на физхимии есть еще вот одно направление здесь действует три базовых предприятия вот мы это направление называем молекулярная физика и физика плазма вот ну самая горячая плазма как вы понимаете это в институте атомной энергии ну слово атом то есть там впервые придумали это вот помню когда я еще был студентом была знаменитая книжка написанная там научно-популярной академиком Арцемовичем как обуздаем термоядерную реакцию да вот но на сегодняшний день человечество очень близко приблизилось к решению этой проблемы то есть оказалось что обуздать ее там за 15-20 лет не удалось вот в настоящее время решаются сложнее решены уже многие сложные задачи например была проблема защиты стенки реактора да от бомбардировки тяжелыми ионами потому что ну термоядерная реакция зажигается в легких ионах это ионы гитерия трития лития изотопов да а потом когда они там сталкивались встречаются получается реакция синтеза и выделяется огромное количество энергии ну вот вы в ядерную физику изучали уже нет? ядерную не изучали? изучали да то есть вы знаете такую реакцию синтеза да вот собственно и вот эту проблему сейчас в эту проблему погружено то вот подразделение Курчатовского института где находится наша кафедра физики химии плазмы да руководит кафедрой выпускник физхима Югбар Константин Владимирович там идет много как бы вычислительных экспериментов и они работают с международным реактором ТЭР да где ТЭР где в настоящее время вот готовится зажечь уже устойчивую термоядерную реакцию ну устойчивую вот вам говорили не говорили есть такой называемый критерий Лоусона да то есть когда критерий Лоусона это когда он больше единички то энергии в реакции выделяется больше чем затрачивается на то чтобы ее зажечь да то есть ну с положительным КПД вот надеяться что реактор в этом международный проект что он заработает и вот наши студенты участвуют в этой коллаборации дальше следующая кафедра физики высокотемпературных процессов ну это вот здесь совсем недалеко от нас объединенный институт высоких температур это большое академическое предприятие такое объединенный институт когда-то он назывался просто ИТАН да институт высоких температур сегодня кафедру возглавляет кстати предыдущим руководителем кафедры был великий академик фортов Владимир Евгеньевич которому упоминал упоминал Игорь Владимирович вот только здесь сегодня сегодня кафедрой руководит Гавриков Андрей Владимирович он замдиректора по научной деятельности вот этого института вот а я так подозреваю что вы Андрей Владимирович должны знать он по моему вот вам по общей физике даже читает лекцию или не так вам не читал он лекцию а во втором да но он берет курс и ведет его сначала до конца да там с механики там и так далее ну значит вам не повезло он отличный лектор вот кто Попов а Попов да ну ну хорошо кто кто выберет эту кафедру да то есть вот знает как бы вот хорошо познакомиться с Андреем Владимировичем но сам он экспериментатор да он занимается физикой плазмы специальной для разделения изотопов для решения других интересных актуальных задач так что вот милости просим здесь занимается и интересными экспериментами в ИВТ да то есть здесь есть и лазерные эксперименты в том числе секундные есть эксперименты так сказать плазменные здесь занимается много космической плазмой так называемой конденсированной дисперсной фазой да то есть это плазма в которой частицы летают мелкие вот и есть большой вычислительный сектор да здесь есть представлены на кафедре две замечательные школы вычислителей да одна школа это которую создал фортов Владимир Евгеньевич да то есть ее ведет сейчас Левашов вот Павел Владимир Владимирович и вторая школа ту которую ведет Штигайлов Владимир Владимирович они пользуются разными инструментами да то есть одним молекулярной динамикой а другие да и они решают задачи так сказать больше с холодным с теплым веществом да а вот школа фортова они решают задачи с широкодиапазонными уравнения там очень такие сильные инструменты так и наконец на заключение на этом направлении у нас кафедра физической и химической механики это старейшая кафедра на институте проблем механики он этот институт тоже довольно таки таки популярен там много замечательных людей работала вот книги которых вы можете читать и по ним учиться например знаменитый райзер Юрий Петрович да это вот физика газового разряда классическая построена там и другие вот чем знаменит этот институт сегодня там занимаются моделированием процессов которые протекают вот вокруг летательных тел при так называемом при сверхзвуке да то есть при гиперзвуке когда скорость движения намного превышает скорость звука ну я фактически об этих предприятиях уже рассказал да поэтому их пропускаем так мы прошли половину точно курса да то есть пришли к электронике и фотонике вот вот громче громче значит смотрите сейчас у нас график дальше такой да вот разрядка короткая следующий понедельник с вами придут встречаться представители лабораторий которые работают наши в кампусе МФТ лаборатории ФЭП и в следующий раз вам будет предложено после они сделают короткое представление лаборатория и после этого представления вам будет предложена экскурсия по кампусу по лабораториям центр коллективного пользования и лаборатории а вот начиная с 21 числа то есть мы сейчас формируем как бы предложения собираем предложения от всех базовых предприятий в какой понедельник они резервируют за собой то есть пока этого календарного графика нет он будет выстраиваться по как бы их желаниям там ну принцип будет такой кто первый стал того и так то есть кто забьет скажем 21 число первым туда как бы будет первая экскурсия экскурсии будут поскольку у нас базовых предприятий не хватает в смысле понедельников не хватает на все базовые предприятия поэтому каждый понедельник будет две экскурсии ну одна на фисхимовскую другая на квантовскую ну вот так они будут идти вот и вы можете как бы выбирать куда вам нравится поскольку предприятий у нас скажем где-то около тридцать тридцать с чем-то да то есть вот во все не получится съесть одновременно да да вопрос пять процентов пять процентов от половины ну то есть вот будет то есть вот будет там сколько-то допустим пятнадцать понедельников да там или там двенадцать понедельников вот вам надо из этих двенадцати понедельников посетить скажем шесть процентов умножаете на шесть да получается семь там восемь следующий понедельник будет третья с представителями лаб кампусы и центром коллективного пользования лаборатории у нас девять и ЦКП десятый да то есть примерно десять человек они придут и минут по десять-пятнадцать они вам что-то расскажут а потом предложат пройти на экскурсию вот так поэтому да да считается каждое занятие считается вот все кто сегодня пришел уже галочка считается так что не переживайте что вы говорите значит так напишите письмо Лисовскому он вас отмечит Степан Владимирович да он к сожалению мне поручило за него тоже здесь быть сегодня поэтому он он болеет ну нельзя ему сюда приходить потому что вот у него тест положительный на вирус Макрон да так ну ладно остались самые стойкие кванты кванты здесь есть вот так все отлично так еще вопросы я плохо слышу вас целевого направления целевое это в смысле целевое обучение ну те кто на целевом обучении тот как бы целенаправленно определил это при поступлении на первый курс вот то есть действовать в соответствии с объявленной целью давайте я рассказываю дальше ну уже же договорились что 60 процентов надо вот смотрите вот что интересное на электронике и что на фотонике то есть ну на всех наших базовых предприятиях я вам должен сказать глупостями не занимаются занимаются довольно таки интересными и перспективными направлениями вот в электронике в электронике это первое новые элементы новые компоненты элементной базы вот одна из самых популярных это различные виды энергонезависимой памяти энергонезависимой причем быстродействующей затем в электронике есть другое направление да вот это углеродная электроника есть направление кроме электроники литографической да то есть применением литографических технологий есть направление аддитивных микроразмерных технологий то есть когда структура формируется не вырезанием из кристалла а доставкой материала на подложку это совершенно другое направление оно называется принзит электроника а фотоники это популярные современные типы полупроводниковых лазеров например квантово-каскадные лазеры это оптоволоконные лазеры да и пизиофотоникс например вот различные применения лазеров в медицине техники и так далее и очень популярным сегодня актуальным является оптическая обработка информации так называемые фотонные интегральные схемы вот и в электронике еще есть такое направление там два направления да есть квантовые вычисления есть направление нейроморфно-вычислительные системы это немножко как бы ну сильно разные это два современных направления которые идут на смену вот нулю с единичкой то что фон Нейман придумал мы на этом живем нейроморфно-вычислительные системы это те которые работают ну наподобие тому как действует человеческий мозг то есть вот нейроны человеческого мозга обрабатывают большую группу сигналов он обрабатывает не 0 единичку мозг наш с вами да он обрабатывает в аналоговом режиме и так получается на самом деле информации скорость обработки информации гораздо больше гораздо больше чем 0 единичка это нейроморфно а квантовые да там просто большая высокая очень скорость там есть свои проблемы но очень высокая скорость так вот кстати сегодня вот было где-то объявлено да я узнал вот эту вот только что информацию мы в стеке создали квантовый процессор на 5 кубитах это впервые в России вот такой вот размер причем как бы нарезают этот вот и так сказать формирует эту структуру в нашем центре коллективного пользования этим занимаются коллеги да на электронно-лучевом литографе вот и работа ведется совместно с коллегами из МФИ вот ну вот это квантовое вычисление оно как бы между да между сатоникой и электроникой здесь управление управление квантами а структуры электронные так так движемся дальше ну вот в области электроники у нас примерно делятся на две группы да вот в области электроники у нас две четыре базовые кафедры в области фотоники четыре базовые кафедры вот сейчас я коротко да рассказываю про электронику в электронике это кафедра вакуумной электроники кафедра твердотельной электроники которая находится на институте радиотехники электроники имени Котельникова вакуумная электроника у нас базируется здесь она считается общефакультетской для квантов то есть вы получаете да вот там у вас есть лабы там лекционный курс по вакуумной электронике но кроме того сказать вот у нас появилось новое базовое предприятие на вакуумной электронике я вам скажу это акционерный вакуумной литон далее ну такая вот очень популярная кафедра микро и наноэлектроники ну которая базируется на институте молекулярной электроники в Зеленограде вот это тоже современная электроника это различные типы памяти процессоры и наноэлектроники квантовых компьютеров где собственно занимаются элементами ячеек квантовых компьютеров институты РАН имени Котельникова здесь несколько направлений институт в области электроники довольно таки такой широкодиапазонный там работали в свое время самые уникальные люди да то есть вот академик Котельников вот знаменитый профессор Калашников там работал преподавал на физтехе тот тот который написал большие книжки по полупроводникам и электричеству электричество сдавали могли держать в руках книжку Калашникова вот сегодня возглавляет кафедру академии гуляют перевосились да директор это наш выпускник и то Сергей Аполлоныч интересно что вот с этим институтом у нас довольно сильная кооперация здесь в кампусе еще дополнительно имеется лаборатория которая занимается спиновыми волнами наномагноникой и вот всеми процессами связанными с возможной передачей информации как спиновыми так и магнитными волнами вот это лаборатория она базируется здесь в кампусе и возглавляет ее тоже директор института Никитов Сергей Аполлоныч вот кафедре вакуумной электроники то есть где сегодня действует при кафедре лаборатория вакуумной свс электроники это вот одна возможность где проходить мир вторая возможность это акционерное общество Плутон всем как бы знаменита наша кафедра вакуумной электроники и Плутон на этой кафедре есть имеются сильные разработки они продвигаются дальше это новое дыхание вакуумной электроники использование холодных эмиссионных катодов то есть вот старая вакуумная электроника это подогреваемые катоды холодные катоды это эмиссионный автоэмиссионный катод автоэмиссионные катоды они все на наноматериалах строятся то есть острие малого размера да позволяет создать большую напряженность электрического поля благодаря высокой кривизне и получается что высокое поле может выносить электроны из твердого тела на совершенно небольших потенциалах там ну на уровне киловольта или даже сотен вон так вот холодные катоды это собственно ключевая точка да вот всех электровакуумных приборов современных здесь занимаются источниками света источниками измещения и вот несколько слов о плутон плутон это такое предприятие оно акционерное оно не входит ни в какие холдинги оно является считается самостоятельным вот ну безусловно оно работает поскольку это электровакуумные приборы работает на оборонные задачи во многом там создаются специальные устройства устройства с холодным катодом который работает быстро ну вот для чего они используются то есть это средства обнаружения средства локации объектов так сказать и вот нужно это делать эффективно и быстро вот ну это так же как нужно быть готовым когда возникает угроза нужно быстро реагировать так вот если у вас время реакции быстрое да то есть вы защищены если нет то плохо защищены поэтому холодный катод имеет значение в том отношении что устройство типа магнетронов там или другие которые излучают электромагнитные волны с момента включения они должны на холодном катоде быть да то есть они быстро действуют собственно и вот это вот мгновенную реакцию боевой готовности обеспечивает предприятие плутон вот ставятся они эти устройства на совершенно разных объектах на плавающих на летающих и так далее вот ну и кроме там занимаются интересной как бы наукой автоэлектронной эмиссии там много много полезных задач как сделать устройство далее вот такая вот довольно таки сложная базовая кафедра она большая микро наноэлектроники руководитель академик красников геннадий яковлевич базируется она на институте молекулярной электроники это зеленоград но дополнительно есть еще базовые предприятия при этой кафедре и туда тоже можно попасть оно находится в черноголовке вот тут вот в прелочке я показываю да что оттуда как бы родился нобелевский лауреат то есть там проходил практику и выполнял мир и все свои ключевые научные работы сделал Константин Новосюнов это институт ИПТН если коротко да то есть это материалы для электроники то есть сегодня там занимаются множеством интереснейших задач в области создания современных элементов электроники аппаратуры для этого и так далее вот теперь про кооперацию в этой связи да вот базовое предприятие в области электроники у нас имеется вот этой кафедрой в кампусе МФТИ имеется кооперация кафедрой микро и наноэлектроники по разработке основа кооперации это разработка технологии прототипов устройств низкопотребляемой энергонезависимой памяти энергонезависимой памяти типа сигнетоэлектрической и резистивной то есть два типа памяти разрабатывается здесь задействованы две научные лаборатории и центр коллективного пользования или совместные совместные программы эти исследования энергично продолжаются и мы уверены что первый тип памяти сигнетоэлектрический развивается впереди он будет реализован и поставлен на производство где-то надеемся года через 3-4 то есть мы завершим сейчас неокровская часть идет и надеемся что по планам это будет поставлено производство на фабрике микрон вот чем хорошо сигнетоелектрическая память ну она заменит полностью флэш это будет новое поколение заменит заверш первое в ней иногда проводить вычисление на алитме благодаря быстродействия bilan может проводить Ну и вот кафедра наноэлектроники квантовых компьютеров, где элементы квантовых устройств разрабатываются, на которых там можно... Они взаимодействуют тесно с Институтом молекулярной электроники и имеют хорошее заделание. И подошли к заключительной группе кафедр. Это направление фотоника. Здесь у нас два предприятия, две кафедры находятся на предприятиях группы или холдинга Шлаба. Ну, холдинг Шлаба этот, если научным языком, оптоэлектронный холдинг. Ну, а Шлаба просто название придумали, то есть был такой немецкий предприниматель, оптик, который в Москве открыл первую фабрику изготовления оптики для землемерного вот этого, там, теодолиты всякие, да, вот для землемерного дела. Он... И тогда это было прибыльно, правильно землю обмерять, продавать ее так. Ну, чтобы правильно делать, нужно было, как бы, теодолиты всем иметь. Вот. Его фамилия была Шлаба. Вот. Ну, и поскольку оптическое производство, вообще индустрия оптическая, началась в Российской империи, это еще, там, в 19 веке, вот с этого немецкого предпринимателя Шлаба. Ну, вот, коллеги почему-то собрались, вот, предприятия этого холдинга и решили, давайте назовем вот, кого... Родилась оптоэлектроника в России, да, от слова оптика. Вот его именем и назвали. А так это оптоэлектронный ход. Вот. Там решают самые разные задачи. Вот этот кафедра квантовой электроники, это НИИ-Полюс, кафедра физической электроники, это Орион. Так, если НИИ-Полюс излучателями занимается, главные у них разработки, это лазеры и применение лазеров, то Орион, наоборот, измерением излучения, они его принимают, фотоприемниками занимаются. Далее, кафедра фотоники, это квантово-кавкадные лазеры, ой, виноват, оптоволоконные лазеры и их применение, оптоволоконные мощные лазеры. Это изобретение великого Гапонцева. Гапонцев, к сожалению, наш мир оставил в конце прошлого года, и он пожизненно возглавлял эту кафедру. Гапонцев Ульянович Павлович, он был выпускник нашей аспирантуры квантовской. Вот, сейчас, так сказать, временно, временно вот это вот руководство осуществляет зам генерального директора предприятия во Фрязино, выпускник нашей, этой же кафедры, Даниил Владимирович Мясников. И, наконец, кафедра нанометрологии и наноматериалов. И при этой кафедре мы до следующего года, вот с осени, открываем специализацию, которая называется квантовые технологии. Квантовые технологии. Почему? Дело в том, что эта кафедра, да, она у нас базируется на Центре коллективного пользования и на ВНИАФИ, это Институт оптико-физических измерений. Ну, поскольку это оптико-физические дела, да, то есть это тоже квантовые технологии. Какие? Немножко позже расскажу. Возглавляет кафедру директор, директор этого института, наш выпускник Батурин Андрей Сергеевич. Так, и вот рассказываю про кооперацию по направлению фотоника. То есть у нас здесь организовано на физке, в большом физке, вот кафедры плюс кампусная наука, организована вот такая кооперация по программе фотоника. Что такое программа фотоника? Вот, я вам говорил про одну масштабную программу, которая на физке 4, по новой энергетике, то есть это физимовская, в основном, кооперация. Вот, а программа фотоника, это вторая крупная физкетическая программа, где шеф в полный рост участвует, и здесь есть вот кооперация, организованная кооперация наших кафедр и научных подразделений внутри кампуса. Вот, это кафедра физической электроники. И совместно с ними мы разрабатываем фотоприемные матрицы на коллоидных квантовых точках. То есть я уже упоминал о том, да, что это матрицы, да, которые можно делать устройства теплые, работающие при комнатной температуре. Они опираются на технологию, разработанную здесь у нас в кампусе, вот в лаборатории фотоники квантово-размерных структур, то есть коллоидные квантовые точки для фотоприемных матриц, которые синтезируются из действий на физке. Вот, собственно, интересно то, что лаборатория и синтез квантовых точек, это физхимы организовали, а физическая электроника это квантовская кафедра, да, то есть потому что это фотоприемник. Вот, следующее дело в области фотоники, кафедра нанометрологии и наноматериалов, и специализация при ней квантовой технологии. Здесь занимаются довольно уникальными такими устройствами, которые называются генераторы одиночных квантов. Ну, зачем нужны генераторы одиночных квантов? Это технологии так называемых квантовых коммуникаций, то есть одиночные кванты там, так сказать, вот, перенося информацию, они являются неразличимыми, и, так сказать, по ходу транспорта их от излучателя к приемнику невозможно эту информацию считать, да, то есть это секретная форма передачи информации, квантовой коммуникации. Но для этого нужны генераторы одиночных фотонов. На... при генерации, при шифровке информации это шифратор, а дешифратор это вот устройство, которое регистрирует эти одиночные кванты и информацию расшифровывает, там дешифратор. То есть, ну, вот, для того, чтобы это разработать на таком эффективном, так сказать, уровне, да, то есть нужны эффективные генераторы одиночных квантов. Вот этим занимаются на этой кафедре. В том числе, эти работы, да, вот, выполняются с помощью электронного лучевого литографа в нашем центре коллективного пользования, да, там просто коллеги освоили изготовление квантовых резонаторов. То есть это специальные такие устройства на принципе, работают на принципе шепчущие галереи, как из непрерывного потока квантов генерировать одиночные кванты. Вот, ну, это кто заинтересуется, потом разберется, как это работает. Вот. Следующая интереснейшая работа вот для этой сферы выполняется на кафедре квантовой электроники. Это устройство, так называемый, квантово-каскадный лазер. Квантово-каскадные лазеры, они хороши и интересны тем, что они позволяют генерировать не только излучение инфракрасного, но и терагерцового диапазона. Терагерцовый диапазон, он вот там 10-15 лет назад был вообще недоступен для человечества. То есть сейчас туда, как бы вот, человек уже продвинулся и научились делать вот такие источники терагерцового излучения. Ну, там, кроме того, другими полупроводниковыми устройствами занимаются. Вот это все на полупроводниковую гетероструктуру. Вот. И есть у нас в кампусе вот совершенно замечательная лаборатория, которая в этой кооперации. Они занимаются фотонными интегральными схемами. Ну, вот фотонные интегральные схемы называют, так сказать, устройства, которые выполняют оптическую обработку информации, ну, какого-то типа. Ну, например, генератор одиночных фотонов – это тоже, как бы, часть фотонной интегральной схемы. Для того, чтобы вот это все собрать, нужны специальные, как бы, оптические устройства, элементы. Их нужно собрать вместе и получить устройство, которое называется фотонной интегральной схемы. Они имеют разное значение. Для квантовых коммуникаций, там, в радиофотонике, для обработки радиосигнала в оптической форме. Просто оптическая обработка часто оказывается более компактной, миниатюрной и удобной, чем электронная обработка, как бы, вот на процессорах. На процессорах. То есть это совершенно миниатюрное устройство. И для этого вот в этой лаборатории там есть устройства, да, которые умеют формировать вот эти элементы из так называемых прозрачных пластиков. Печатают просто специальные принтеры, да, на принтерах печатают прозрачные пластики, там, слияют, и все работает. Так называемые элементы фотонных интегральных схем. Это профессор Витухновский, он вам попозже все расскажет, как на самом деле это делать. Ну и дальше вот подробно не буду, вот, чтобы вы сильно не скучали, да, на кафедрах останавливаться. Вот нанометрология наноматериалов уже говорил, да, что это в НИАФИ, плюс лаборатория в кампусе, и есть еще одна компания, НИЭСТО, да, то есть это электронное специальное технологическое оборудование. Это тоже наша дружественная компания, это бизнес-структура. Вот. Что такое в НИАФИ, это вот все, как бы, связанное со светом, да, то есть это государство институт метрологии, да, они изучают вот все процессы, связанные со светом, и стандартизуют их. У них главная, так сказать, задача хранить, создавать, хранить эталоны, да, то есть поэтому они вот вовлеклись вот в эту вот задачу по созданию эталонных генераторов, потому что надо, чтобы информация передавалась надежно и надежно выверялась, да. Дальше. Главное на кафедре квантовой электроники, вот, ну, есть много, много направлений по традиционным лазерам, их применению в медицине, но самое интересное это полупроводниковые лазеры и их реализация вот в квантово-каскадном исполнении. Это где-то Рагерцовы и К-излучение. Вот. Кафедра фотоники Прязино. Это НТО, да, ИРЭ-Полюс. То есть оно входит в группу. Группа большая. Это международная корпорация, как бы созданная Великим Гапонцем, да, она расположена в трех странах, то есть я не считаю там этих вот всех отделов, как бы продаж, там почти, наверное, в каждой уважаемой стране есть, а основные производства в трех странах. Да, в России это, это центр во Фрязино, в Германии это в Бурбах и в Соединенных Штатах. Вот. Самый вот из них. Оптоволоконные лазеры. Их современные применения. Сейчас корпорации ищут новые подходы, и мы в настоящее время устраиваем с ними совместное взаимодействие не только по лазерам, и по применению новых материалов. То есть они ищут новые подходы развития. Вот. Орион. Орион это, собственно, приемники излучения. То есть с Орионом идет, я уже там показывал, да, с Орионом интересная современная работа, это фотоприемные матрицы нового поколения, чтобы делать новые фотоприемные устройства на квантовых точках. Кстати, вот 11 числа, в следующий понедельник, вот главный конструктор, да, заведующий кафедрой, Пономаренко Владимир Павлович, он придет коротко, вот вам кое-что еще расскажет, да, у нас с вот этим предприятием очень тесное научное взаимодействие вот с нашими лабораториями ЦКП и весь кампус. Как раз по квантам точкам. Ну, собственно, и все, да, вот все основные, про основные лабы я вам рассказал, да, то есть просто вот они у меня на отдельных слайдах еще, ЦКП все рассказал, что там есть, да, то есть там и память есть, и, так сказать, квантовые технологии есть, и они участвуют в создании вот этого процессора на пяти кубитах. Так что это вот центр коллективного пользования, Писековский самый сильный, когда здесь много чего делается. Ну, нейровочислительная система тоже про это рассказала, лаборатория Шешина рассказала. Вот отдельно лаборатория лазерных навигационных систем. Ну, видите, да, у них последняя разработка, четырехчастотный лазерный гироскоп. Ну, то есть это навигационная система, современная навигация. Видите, в следующих поединках. Витухновского Алексея Григорьевича рассказал. Питин рассказал. Так. Ну, и фактически вот не попало на предыдущий слайд, только вот одна лаборатория там заключительная, это Образцова Елена Дмитриевна, лаборатория наноуглеродных материалов. Лаборатория наноуглеродных материалов интересна тем, что там занимаются на современном уровне исследования графенов и углеродных нанотрубок с целью создания различных электронных оптических устройств. Там, так сказать, и сенсоров. То есть транзистор, сенсор, то есть там такие вот фундаментальные и, так сказать, ориентированные фундаментальные исследования. Вот. И они будут вовлечены, то есть сейчас, так сказать, мы туда тоже подтягиваем. Я вот рассказывал про программу накопителей, да. Дело в том, что в аккумуляторных источниках энергии всегда анод делается на основе наноуглеродных материалов, да. То есть вот они в этот процесс тоже будут вовлечены с тем, чтобы, как бы, ну, оптимизировать, и наилучше подобрать материалы, да, исследовать свойства, модифицировать и так далее. То есть здесь без стильной науки трудно найти правильное решение. Вот. Так что, вот эта лаборатория тоже будет с нами вот в этой масштабной программе по водородно-энергетике и накопителям. Ну вот, пожалуй, все. Вот. Я вижу, что почти никто не заснул. Вот. И, возможно, даже есть вопросы. Какое-то окончательное решение надо принять где-то в середине мая. Ну, когда закончатся экскурсии все. А решение можно и раньше принять. Можно и раньше принять. Но когда окончательное решение будет... Вернее, ваше решение можно и раньше принять, ваше личное. А решение по распределению, оно закончится где-то в конце мая. И заниматься этим будет вот Степан Владимирович Лисовский. Вы будете с ним взаимодействовать, писать заявление там и так далее. Вот. Все вопросы? Можно? Так, кстати, вот в лаборатории кампуса вы можете приходить в любое удобное время. Вы знаете, где лаборатория расположена? Частично знаете. В НК расположена большая часть наших лабораторий. Большая часть. Ну, ЦКП это под нами. На первом этаже. Там же расположена лаборатория лазерных навигационных систем. Там же расположена лаборатория, которая занимается наноэлектроникой. Это Зинкевича, Негрова. Здесь на этаже расположена лаборатория образцовой. Это наноуглеродные материалы и Никитова. Это спинтрон, троигерцовая спинтроника. На первом этаже, вот в том крыле, вот в коротком крыле, там расположена вот эта лаборатория, где занимается вот этими способными интегральными схемами, это лаборатория Витухновска. То есть, ну, можно ходить и обращаться, говорить, что вы, студенты, вам сказали, вот на меня ссылайтесь. следующий понедельник будет обязательный как бы вот приемный день для всех вас. И мы организуем такие вот, как бы, ну, разделимся на группы, да, чтобы все могли успеть зайти во все лаборатории. Да, и две лаборатории у нас находятся как бы не в этом корпусе, ну, вернее, частично не в этом, да, частично не в этом. Значит, вот лаборатория разума Владимира Федоровича, она находится там, где кафедра, департамент химической физики, это 4-й, 5-й этаж лабораторного корпуса. Ну, кто там, все ходили на химические лабы, да, знают где как департамент химии. Вот. А часть исследований они здесь ведут, вот там же, где короткое крыло, там, где сидит лаборатория, вот, занимающаяся физами, вот, часть исследований. А химпетика вся по квантам-точкам, она находится в лабораторном. И вот это научное подразделение, которое называют Центр испытания функциональных материалов, он примерно распределен поровну. Половина, так сказать, усидеи находится в этом корпусе, вот, и половина находится в главном корпусе, там, на первом этаже, что седьмая. Ну, вот и все. Еще вопросы? Ну что, тогда я вам пожелаю рационально распределить свое время, принять правильные решения, потому что от своей, ваша траектория, да, вот, если она будет более прямая, да, вот, то вы бы знаете, что прямая линия быстрее приводит к достижению конечного пункта, там, правильного результата, да, вот, а если она будет извилистой, как у броуновской частицы, то есть можно долго облуждать, поэтому чем более правильное решение вы примете, тем быстрее вы достигнете своей цели и создадите наилучшим образом свое будущее. Так что я вам желаю успеха на этом замечательном пути. Продолжение следует...